всем привет ребята мы с лирой куда пришли но мы не на русский пришли мы пришли просто в то место где у лиры русский проходит но сегодня я здесь буду давать интервью для корейского телевидения телеканал mbc там видите аппаратура осталось оператор только что вышел сейчас он снимал вот здесь вот эти стенды всю информацию тебя тебя не знаю будет видно или нет это только мы снимаем а да это и есть музей патриоты приморского края вот я сейчас нахожусь в музее а так это корейский культурный центр и здесь помогают этническим корейцам помогают изучать корейский язык дети изучают математику русский язык и все это бесплатно я уже дома в корейском центре мне подарили коробку кимчи я не знаю сколько здесь кило но она очень тяжелая я не смогла ее сама принести поэтому попросила колю чтобы он привез на машине как раз у нас дома нет ни грамма кимчи все закончилось сейчас буду распаковывать и нарезать мы приехали за закупом магазин смотрите что нашли я думаю это болгарский перец оказывается это помидоры томаты такие яблочные apple томата прикольные и это помидорки черри чё еще яблоки возьмем это пауценки идут за три чоника я столько не сошло или сажу ну не знаю возьми если хочешь я рассаживаю вот и подарочные наборы не стали заморачиваться виноград из упаковки не достали а прям так с упаковочкой закидывали не на прикольно чё тебе холодно что я сейчас я сейчас максе не буду смотреть если на меня холодно чип-чу у нас есть хочешь как туги возьму а не-не-не-не это же ретика не хочу недавно выбросил не у нас есть же кимчи у нас угостили же ты помни последний раз я три пачки маник и чиппал когда на прошлой неделе ничего были да ну давай тогда это видишь это сосиски для барбекю но этого не вкусно там убрать такие брали масло есть молочку надо взять йогурт будешь терек молоко но уже неделю на где-то не пьем как закончилось это все а какой возьму я уже даже не помню такую молоко тоже стало дорогой ну да вот так вот цены растут цены растут а кончат по акции смотрите что здесь мы нашли это какая-то бытовая химия то ли но нет это не шампунь только кондиционер то ли еще что-то и в подарок идет две пачки рамена то же самое и с вот этим это может быть кондиционер для белья или что это да вот еще что мы нашли это кастрюлька и Внутри находится сладкий картофель, батат и также приклеена пачка рамена. А вот здесь кастрюлька для рамена и, собственно, сам рамен тоже пачка. Интересный, конечно, маркетинговый подход у них, да? Ну, я бы не рекомендовал этот рамен, он не вкусный. Да, Коля не понравился. И еще что-то нашел, Коля. Это новинки, видишь? А, это вот конфетки такие вкусные, они с коробкой, популярные. Ты знаешь, это с коробкой, они и риски, и риски с начинкой. Вот, и вышла новая серия. Это мыло, короче, мерч вышел уже с мылом, значит, ну, это бытовая химия. И это что было? А, это вот, заливаешь сюда. Да-да-да, хэнде-вощик. Лере очень нравится ходить по таким магазинам и дегустировать разные новиночки. Это что, новинка? Нет, это не новинка, но... Это чаджан-мён. Да, чаджан-мён. Это лапша с соевым соусом. Соусом чаджан. А, соусом чаджан. Да. Я что, думала всегда, что это соевый соус? Ну, он такой необычный соевый соус. Да, мы такой ели. Но он не острый идёт. Вообще, изначально, видишь, чаджан-мён, чаджан-мён, это китайское блюдо. Ага. Потому что со временем корейцы модернизировали, что ли, как бы, рецепт соуса, и он стал, как бы, хангукским. Под себя подстроено. Да. Ну, и что, вкусно? Угу. Ну, нет, они невкусные. Они такие... На любителях. Сообщения есть, да? Мне не понравились. Мне тоже, да. Он говорит, он попробует эти, типа, сырные эти сосиски. Я попробовал, говорю, фу. Ну, это обычно дети едят. Ну, он как ребёнок, знаешь. Он мне и так говорит, что, когда, допустим, после 40 лет, охота сладостей, там, печенья. А, себя побаловать, да? Тем более, у них, как бы, детей нет. И баловать. Мы зашли в ТСО. И, смотрите, здесь есть игрушечные стиральные машинки. По-моему, такая же есть у Ники, в которой она стирает свои спонжики для макияжа. Вот здесь есть инструкция, то есть она работает. Чё-то здесь так много людей. Полицейские дежурят. Видимо, апаты открылись. Новые вот эти, видите? Это новые апаты. Упаковка, конечно, большая. А там внутри чё? Здесь снеки от этой компании, производителя. Плюс внутри ещё шапка Санта-Клауса. Здесь. Не острый? Ну, ты молодец. Что делать? Облизнуть? Нет. Сейчас я дам салфетку. Мы уже приехали домой. И, как обычно, покажу вам наши сегодняшние покупки. Это Лера взяла себе снеки. Здесь вот четыре разных. Она попросила первым их показать. Это пакет молока. Гранатовый сок, как обычно я себе взяла. Фарш с виной, да? Это, да, по-моему, свиной. Свиной фарш, да. И говядина. Потом ещё вот такие булочки. С чем они, кстати? Кукурузные булочки. Очень вкусные, очень воздушные. Дальше мы взяли упаковку из 30 яиц. Они, кстати, не розовые. Это просто упаковка такая. Потом взяли упаковку йогурта. Йогурт здесь у нас шесть штук разных. Ну, обычно, по-моему, без вкуса, да? Да. Это бананы. Ты всё-таки взял, да, бананы? Где-то нашёл. Да, взял, конечно. Потом взяли... Бананы — это моя слабость. Яблоки для Леры. Ну, и для нас тоже вообще будем кушать. Потом взяли картошку. Целый пакет. И что... А почём сейчас стоит картошка? Ну, это швела, что там, не знаю, вописок или три. Баклажаны. 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 Балгарский перец. Здесь у нас четырёго пакета взяли. Потому что будем готовить... Балгарский зуб. Сейчас упадёт. Ну, перец фаршированный. Не знаю, что там. Парчёк. Будем скоро, на этой неделе, готовить. Это взяли мы лук. Так, ещё что у нас тут? Сосиски. Сосиски. Сосиски барбекюшные. И у нас тут вторая ещё сетка. Сейчас я до неё доберусь. Чеснок. И Коля ещё взял... Это не рамён, а... Это рамён. А, это рамён. Лапша просто калькуксу там. Короче, да. Какая-то острый рамён взял. Не знаю, мы такой, по-моему, не пробовали. Нет, мы пробовали, когда... Когда на Сеулу ездили. А, да? Да. А потом вот такой рамён взял. Ну, это такой уже обычный. Не такой острый. Рамённый, по-моему, уже закончили. Миндаль... Не миндаль. Или миндаль. 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 Чё-то я подумала о фисташке. Нет. А, тупоночек. Вот, что, смотри, открылась. Открылась? Да. Килограмм... А, нет, здесь 750 грамм миндаля. Держи, Вера. Сейчас всё врукнуто. Как-то не заинтересованнее. Козы мыло. Но это, правда, не покупки уже. Ой, то есть это не продукты, а бытовая химия. Я думаю, мыло. Четыре куска. Так, чипот, не берём. А, это был йогурт. Пробиотик. Вот такой. Он очень вкусный. Это уже, но мы взяли без вкусов, там, всяких фруктовых, обычных. Я люблю. И... Или это всё-таки со вкусом? Нет, классический. Классический. Это растительное масло. Гороховое, да? Ну, мы всегда вот такое берём, в принципе. Отличий нет от обычного подсолнечного. Потом дальше опять из бытовухи мы взяли зубную пасту. Здесь вот три штуки. А она, по-моему, мята. С мятой идёт, да? Посмотрим, короче. Попробуем. У нас как разокачивается. Дальше идёт семена перца. Мы, как мама уехала, так и не готовили ничего. Но я это заберу с собой в Россию. Так что, поэтому я взяла целых килограмм. И вот Лерчка мне помогает. Ещё килограмм перца-порошка. Здесь тоже вот килограмм идёт. Очень остро написано. Аджю-мя-ун. Ким-чи-йон. Это для кимчи. Ну, я да, я так поняла, что это кимчи. Но он всё равно такой он кушает. Ну, хорошо. Не страшно, в принципе. Ладно, что он острый был. Так, это тофу был. Маленькая упаковочка. И, по-моему, из продуктов... Вот, смотри, меня уже не видно. Да? Вы всё ведь покажете? Да. Меня уже не видно. Там ещё есть покупки из Торисо. Но это чуть-чуть попозже я покажу. Сейчас мы её так приберём, покушаем. И я к вам вернусь. Кстати, ребята, я вам не показывала нашу новую гирлянду, которая пришла к нам несколько дней назад с Алиэкспресса. Я её заказывала на Чёрную Пятницу. И вот она только пришла. Шла она больше месяца. Я думала, уже не придёт. Но нет. Вот пришла. Коля её повесил. И смотрите, как классно она горит. Там есть несколько режимов. Можно поменять. Но обычно я ставлю на постоянный. То есть вот такой, когда он постоянно горит. Также, да, вот такую дискотеку можно сделать. И что ещё там? Вот, это постоянный. Я такое использую. Да, либо вот такое. Ещё чё. Вот, да. Переменная такая вот есть тоже. Но такой слишком яркий. У меня глаза болят. Я поэтому не включаю. Ну, если под музыку можно, да? Вот твой любимый режим. Да, и фокус пропал. Но минус этой гирлянды в том, что переключатель находится вон там вот высоко. И приходится постоянно на стульчик взбираться. Но это ничего страшного, если, в принципе... Если есть Коля. Нет, почему? Если тебя нет, я же сама включаю. И, кстати, есть у нас ещё пульт от светодиодной ленты. Коля тоже её установил. Наклеил. Ну, когда это там? Пару недель назад, может быть. Я так и не показала, как мы всё это установили. В прямой трансляции я, кстати, показывала. Здесь забыла что-то. Через пульт мы меняем цвета. Вот красный. Какой там ещё? Синий. Зелёный есть. И смешанный. Можно сделать так, чтобы постоянно менялся. Но тоже мигает. Тоже глаза болят. Поэтому только один обычно мы устанавливаем. И всё. И в нашей комнате Коля тоже наклеил светодиодку. Сейчас я включу. И, пожалуйста. Вот такая красота получается у нас. Очень красиво. Мне так нравится. И Коля, кстати, ещё наклеил мой плакат, который мне подарили с мероприятия. Если кто помнит, я ходила недавно. И решили мы вот сюда его наклеить, повесить. Вот. Всё красивее и красивее становится у нас квартира. Совсем забыла показать, что сегодня купили в Тайсо. Это бытовая химия. Средство для чистки унитаза и ванной комнаты. И это тоже. Просто это в виде геля. А это в виде спрея. Такая вот пшикалка. Но я ещё такую не брала. Не пользовалась. Вот решила взять. Попробую. Взяла сразу побольше, чтобы Коля потом не искал, не ходил. И просто на запас. Я-то уеду. А это Коля взял себе спандеру. Такая вот штука. По-моему, такая у нас уже была и не одна. Постоянно Коля берёт себе, где бы мы ни жили. Вот. И Тайсо увидел, решил тоже взять. А мы ещё забыли взять стиральный порошок. У нас осталось там порошка на один раз. Ну, у нас ещё есть гель для стирки. А порошок закончился. Последний раз мы его брали в сентябре 2018 года. Ещё на старой квартире. Это сколько? Полтора года прошло почти. И вот у нас он закончился. А мы всё время забываем его купить. Поэтому нужно сказать Коля, чтобы заказал в интернете. Просто там сразу покупаешь два. Два больших по 10 кило. Это... Ну, с одной стороны, это выгодно, конечно, да. Но с другой стороны, это хранить, наверное, где-то. И мы столько не расходуем. Вот. Мы взяли 20 кило и использовали это только за полтора года. Также я совсем забыла рассказать про интервью, на которое я ходила. Меня пригласил Корейский культурный центр на это интервью. Это был телеканал MBC. Они искали этнических корейцев, у которых есть предки из провинции Канвандо. У меня как раз прадедушка из провинции Канвандо, город Канын. И вот они искали таких корейцев, как я, чтобы рассказали о своих предках, которые жили там. И вот я пошла. Очень волновалась. Я не знала, как всё пройдёт. Но в итоге всё прошло очень классно. Познакомилась с тем, кто брал у меня интервью. Он работает на телевидении. Он мне спросил, кем я работаю. Я рассказала, что вот я ютубер, блогер, и у меня есть канал на ютубе. Он тут же нашёл меня на ютубе, подписался. И, короче, он был в шоке, он меня ожидал. Но всё прошло хорошо. Я зря переживала. Мне предоставили переводчика. Так что всё было круто. Мне очень понравилось. И я рада, что у меня был такой опыт. И хотелось бы, чтобы в будущем у меня было таких опытов ещё очень-очень много. А на этом я буду видео заканчивать. И если оно вам понравилось, то, как обычно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами уже в следующем видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok